Конечно, все мы помним тот темный период нашей истории, когда здесь к руководству пришли случайные люди, путем военного переворота. Причем даже и переворот это назвать трудно, потому что даже для того, чтобы переворот сделать, надо иметь смелость и какие-то мозги. Это просто был период без власти, когда власть была полностью деморализована, и вот люди с улицы захвата. В Народном фронте был собран самый отстойный слой азербайджанского общества. В каждом обществе есть отброс. Вот это они. И они, захватив эту власть, по существу уничтожали многовековые традиции азербайджанского народа. Они сеяли вражду, ненависть, они разжигали межрегиозную рознь, они занимались воровством. Резали трамвайные линии, потому что там медь была, и продавали в соседние страны. То есть, ну представьте, что министром обороны стал безграмотный демагог. Демагог премьер-министром стал человек, который был известен тем, что занимался мелкой розничной торговлей. Но возглавил страну человек, не имеющий никакого опыта управления. Никакого. Он даже колхозом не руководил. Не говоря уже о том, что парламент возглавил человек, который 11 лет был младшим научным сотрудником. И за эти годы даже не сумел защитить кандидатскую диссертацию. Это не очень просто. А госсекторем стал бывший комсомольский активист, карьерист и трус. Чью трусость вот недавно весь азербайджанский народ еще раз увидел. Министром иностранных дел стал преподаватель физики, не говорящий ни на одном языке. Даже по-азербайджански плохо говорит. Такой тоже был. Ни английского вообще, ни русского. И он вообще не понимал, что такое дипломатия. Вот что было тогда.